К сожалению, наша страна занимает первое место в мире по количеству разводов. Общество воспринимает разрывы семей как абсолютную норму, в связи с чем семья и семейные ценности потеряли ту драгоценную суть и смысл. Ко мне приходит очень много людей на тему своих каких-то личных взаимоотношений. И меня удручает то, что сейчас очень спокойно относятся к разводу. Как-то всё это очень легко сходится, очень легко расходится и считают, что это нормально. То есть они не очень серьёзно относятся вообще к теме создания семьи. Я это вижу много. То есть это не то, что вот ко мне пришёл там один человек и мне про это рассказывает. И когда ты смотришь вот эти ситуации, то есть тебе хочется сказать, ты как бы, а почему ты разошёлся, да, или почему ты разошлась. Ну да, бывают там какие-то финансовые неурядицы, да. В конце-то концов мания, она всегда в помощь. Для меня это какой-то степени счастья, когда я помирю эту семью. Я понимаю, что дети, дети будут в полной семье. Это очень важно для ваших детей, там, неважно, там, рождённых или ещё нерождённых, там, именно чтобы они находились в полной семье. Если, естественно, даже если, понимаете, ну, вредные привычки, допустим, ну, это же всё тоже как-то решается и лечится сейчас. Финансовые это тоже бывают временного характера. Просто сейчас настолько всё это вот, если только вот какая-то неурядица, всё сразу, давайте всё, уходи, да, разводимся, всё, а дети маленькие вот так остаются. И это потом очень сильно отражается потом на жизни ваших же детей. Они будут неуверенными в себе, нестабильными, не счастливыми в конце концов. Я это всё вижу. И мне хочется вот именно сказать о том, что залог такого успешного, счастливого брака, понятно, в труде, понятно, в заботе, да, там, друг о друге, но и надо оберегать, надо оберегать и в какой-то степени даже защищать свою семью. К сожалению, у нас народ в общей массе жесток. И для них, если семья хорошая и стабильная, и всё хорошо, это вызывает зависть. Не важно там, даже не всегда финансово, с точки зрения финансовой, это может вызывать именно вот это счастье. И вот это счастье очень часто хочется испортить. Поэтому я всегда говорю всем, женщинам, мужчинам, защищайтесь, защищайтесь. То есть ставьте некоторую защиту, какие-то талисманы, обереги, на жилище там, для своих детей защищайте там, на здоровье, и вы будете счастливы. К сожалению, я это вижу много. К сожалению, ко мне приходит таких людей много. Потом говорят, что они очень несчастливы в браке, что у них ничего не получается, и они остаются одни. Но на самом деле вы будьте терпимее раз друг к другу. Если у вас возникают такие ситуации, вы обращайтесь за помощью, вы защищаетесь, оберегаетесь, всё то, что вы имеете. Не факт, что за воротами вас ждёт лучше, чем тот, который с вами, или та, которая с вами сейчас, может оказаться совершенно наоборот. И, к сожалению, в моей практике случается такое очень часто, когда уходят, потом дети, и вот эта связь, и потом дети твои же просто несчастными становятся. Есть примеры в моей практике. То есть если ситуация в семье достаточно такая некомфортная и отрицательная даже, это накладывает отпечаток на ребёнка, он становится замкнутым. В таких семьях, к сожалению, дети склонны к суицидальным наклонностям. Даже при внешней общей благополучии, да, кажется, вроде всё у них хорошо, на самом деле, если микроклимат там такой, то дети, к сожалению, замыкаются, и потом это всё вырастает, и нет у них желания создавать семью. Мы должны пример подавать хорошим детям, чтобы они были. Вот это вот некоторая такая защита, мама-папа, это и есть такая естественная защита ребёнка. Благодаря этому он потом в жизни развивается и достигает всего того, что даже вы хотите, и даже большего он может достигнуть. И когда, если у него только мама или папа, он уже изначально уязвим, уже на 50% уязвим, ему уже тяжелее жить, и он уже с комплексами, и семью создать ему уже сложнее. Понимаете? То есть на это обрекаем, к сожалению, мы сами, мы своих же детей, получается, потом обрекаем на несчастье, на не очень счастливую жизнь. Поэтому, моё мнение, надо всегда оглядываться, оглядываться на своих детей и быть примером для них. Мне хочется, чтобы было больше счастливых пар. Мне хочется, чтобы больше рождалось детей, и чтобы они были довольными и счастливыми, потому что им муж, жены, мать и отец. И чтобы вот эти семьи, они были примером для детей, чтобы они гордились своими родителями. Понимаете? Вот это важно. Вот это важно. А если и возникают какие-то неурядицы, ну, магия всегда в помощь, всегда в жилище, там, наладить отношения, там, по здоровью что-то где-то, по работе помочь. То есть это всегда пожалуйста. Но самое главное, чтобы человек был настроен на серьёзное отношение, на продолжение рода и нёс ответственность за своих детей, не знаю, за своего мужа или за свою жену, перед своими близкими родителями, тогда будет всё хорошо.